Где купить вкусный, спелый, а главное натуральный арбуз? Конец августа, начало сентября – пик продаж этих сочных ягод. Чтобы проверить их качеством, наша телекомпания провела небольшой эксперимент. Мы закупили арбузы в трех торговых точках Ставрополя и отдали их на экспертизу в специальную лабораторию. Результаты исследования в материале Александра Григорова. Для нашего эксперимента мы выбрали места, где чаще всего берут арбузы жители краевого центра. Супермаркет, рынок и торговая точка рядом с дорогой. С нее и начнем. Борис продает арбузы на этом месте уже 13 лет. За килограмм придется отдать 13 рублей. Клиенты все с Ташлы, с района, постоянно сюда приезжают. Даже с центра бывают люди приезжают. Арбузы нравятся людям. Мужчина уверяет, что продукция не содержит вредных веществ. Поверим ему на слово, но возьмем один арбуз на пробу. Спасибо. За следующим образцом для эксперимента идем в небезызвестный супермаркет. О том, есть ли в этих арбузах нитраты, продавцы и сами не знают. Известно только, что привезли ягоды из Ростова, а стоят они на порядок дешевле, чем в других торговых точках. 10 рублей за килограмм. За последним образцом едем на центральный рынок. Выбираем астраханский арбуз. По заверениям продавца, чистый, как слеза младенца. С нитратами. Не, не, нормально. Грунтовый арбуз. Конечно, 100%. Дети кушают. Нормальный стад. Кстати, торговлю сладкими ягодами в Ставрополе контролирует Ростсельхознадзор. Прежде чем начать арбузный бизнес, продавцам надо получить сертификат. Они должны обратиться к сотруднику, подать заявку, а уже исходя из этой заявки, сотрудник отбирает образцы и выдает уже карантинный сертификат. Со всеми арбузами отправляемся в лабораторию. Здесь ягоды регистрируют, каждой присваивают порядковый номер. Затем начинаются испытания. Это все, что осталось от 10-килограммовой ягоды. Чтобы определить, насколько арбузы чистые, их практически расщепляют на атомы. После проведения испытаний результаты вносятся в автоматизированную систему ВЕСТА и затем отправляются на прием материала результат. После получения результатов оформляется протокол испытания. Проверяют не только на пестициды, нитраты и другие вредные вещества. С помощью этого прибора арбузы тестируют на радиоактивные элементы. К счастью, их за всю историю исследований так и не обнаружили. Цезий и стронций в арбузах мы исследовали, но не выявляли. То есть положительных у нас не было. Точнее предельно допустимого уровня не было. В это время от арбузов остались только кожа до кости. Эксперимент вышел на финишную прямую. Провели исследование ваших арбузов. Содержание нитратов в норме не превышает допустимых уровней. Исследования показали, что во всех трех экземплярах нет вредных веществ. Есть их безопасно, а покупать такие арбузы можно где угодно. К сожалению, пока нет прибора, которым можно изменить вкусовые качества арбузов. Невозможно определить, какое окажется вкусным и спелым. В этом остается только верить на слово продавцам. Александр Григоров, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.